Добро пожаловать на YouTube канал Банковский Клуб. Всем привет! Достаточно много граждан Украины думают, что если банк банкрот или его выводят с рынка, как, например, сейчас ситуация с альфа-банком, его будут национализировать и выводить с рынка. Многие думают, что не нужно платить кредит, кредиты наличными, ипотеку, кредитные карты этого банка, потому что он и так будет выводиться из рынка. Ну, я вам скажу так, что это не так. И сейчас аргументирую почему. Во-первых, вывод банка с рынка, даже если он банкрот, а с альфа-банком ситуация совсем другая, его просто выводят с рынка. Сам процесс выведения с рынка происходит на протяжении, там, в среднем трех лет. И обязательства заемщиков перед банком остаются в полной мере на протяжении этих трех лет. И вам будут звонить, будут требовать погасить кредит, но при этом банк не будет выдавать новые кредиты. По стечению трех лет, когда банк уже будет выведен с рынка и ликвидирован, на этапе ликвидации у банка формируют списки заемщиков и продают их коллекторам. Подпишись на YouTube-канал «Банковский клуб», нажав красную кнопку «Подписаться», а затем закрашенный колокольчик. На вопросы подписчиков в комментариях отвечаем в первую очередь. И передают коллекторам ваши кредитные договора, и коллектора потом уже работают с вами, звонят вам и требуют вас вернуть деньги. То есть кредиты в любом случае нужно возвращать. Немножко хотел бы допомнить, если же все-таки ваши кредиты были переданы коллекторам, то они были проданы не по 100% их стоимости, а как правило это 60-70%, а то иногда бывает 50% и ниже стоимости вашего кредита. То есть с коллектора, это я говорю о том, что с коллекторами можно разговаривать и погашать, например, не 100% вашу задолженность, а, например, 80%. Ну, здесь нужно разговаривать. Также к теме ликвидации банка, выведения с рынка или когда он стал банкротом. Когда происходят какие-то изменения в банке, например, как сейчас в Альфа-банке, например, его будут национализировать, это одно изменение, потом его будут выводить с рынка, то есть будут вводить временную администрацию, это другое изменение. Ну и ликвидация банка, это третье изменение. При каждом изменении, который происходит в банке, меняются реквизиты для погашения кредита. Прошу вас обязательно уточнять на этапе таких процессов, уточнять реквизиты, чтобы вы не перечисляли деньги неизвестно куда, и они не зависали, и понятно, что они не будут попадать на погашение кредита, и в результате будут появляться просрочки. На таких этапах обязательно проверяйте реквизиты для погашения ваших кредитов. Оформляйте кредиты с высоким уровнем одобрения. Кредиты онлайн, кредиты наличными, кредитные карты. Ссылку на кредиты вы найдете под этим видео в описании или в первом закрепленном комментарии.